Итак, это Лайф и мы продолжаем в Ингушетии. Сегодня с триумфом встретили олимпийского чемпиона Рио под дзюдо Хасана Халмурзаева. Мы с вами в прямом эфире видели, что происходило в аэропорту Магаса, когда самолет с чемпионом приземлился. Ну а я напомню, что Хасан Халмурзаев стал лучшим в соревнованиях мужчин-дзюдоистов в категории до 81 килограмма. Спортсмену 22 года и для него эта олимпиада стала первой в спортивной карьере. И вот эти кадры из Ингушетии. Наш корреспондент сейчас находится на месте и вместе с чемпионом. Собственно, его сопровождают в этом триумфальном шествии, по-другому и не назовешь. Итак, Фатима Дзеваева готова нам рассказать, как встречают спортсмена. Фатима, тебе слово. Привет, Регина. На самом деле это настоящий праздник. Спортсмена встречали с красной дорожкой, ансамблем, маленькие дзюдоисты, будущее поколение ингушских дзюдоистов, надеюсь, чемпионов. Встречали родственники, чиновники. Также они после того, как наш чемпион Хасан Халмурзаев приземлился, проводили его, обнимали его и провожали постепенно к кортежу, специально подготовленному, украшенному флагами, украшенными фотографиями самого Хасана Халмурзаева. Там его уже ожидала делегация байкеров, которые также сопроводили спортсмена, золотоносного дзюдоиста Ингушетии, уже непосредственно в Магаз, где ждет его концерт, многочисленные поздравления и награды. Сегодня очень-очень плотный график будет у Хасана Халмурзаева. После торжественной программы дзюдоист отправится на пресс-конференцию, ну а в дальнейшем уже будет давать маленьким дзюдоистам, подрастающему поколению спортсменов Ингушетии, мастер-классы от олимпийского чемпиона уже. Регина? Да, Фатима, спасибо. Хочу еще раз нашим телезрителям показать эти кадры. Действительно, они впечатляют, когда видишь, как встречают наших олимпийских чемпионов. Ну, наверняка хочется нашим спортсменам побеждать, потому что действительно, когда медали они приносят, то встреча на родине обычно это действительно настоящий праздник. Да, режиссеров еще раз попрошу показать нашим телезрителям эти замечательные кадры. Вот они на ваших экранах. Посмотрите, каждый хочет пожать руку спортсмену. Это практически, может быть, на счастье, может быть, на удачу. Ну, если бы я была среди людей, которые его встречают, я бы тоже обязательно постаралась бы пожать ему руку. Да, спасибо. Это была наша корреспондент Фатима Деваева. Субтитры сделал DimaTorzok